Первые морозы, как сигнал к действию, выходят на лёд и взрослые дети. Пруды, речки, озёра значения не имеет. Многие уверены, если на улице минус, значит уже можно. Но спасатели предупреждают, торопиться не стоит. По рекомендациям МЧС России, минимально допустимая толщина льда составляет 7 сантиметров. Это для прохода одного человека. Но мы настоятельно рекомендуем, чтобы проход осуществлялся при толщине льда от 10 сантиметров. Кто поспешит, тот рискует провалиться под воду. Можно попытаться выбраться самостоятельно или вызвать на место ЧП спасателей. Водолазное снаряжение всегда при них. Без гидрокостюма в зимнее время не обойтись. Он позволяет сохранять тепло, он водонепроницаемый. Он позволяет держаться на поверхности воды, не погружаясь, изолируя тело от воды. Единственное, перчатки из неопрена, они пропускают воду, но там создаётся буквально пару миллиметров прослотки между рукой и перчаткой. И за счёт температуры тела нагревается этот прослотчик воды и рукам тепло. Съёмные карманы на бедре и груди, чтобы необходимое для спасательной операции оборудование всегда было под рукой. В этом костюме одинаково хорошо, видно и слышно в любое время суток. У этого костюма также идёт ещё комплектный свисток в кармашке. Это для подачи сигнала СОС, если, допустим, мы на объёмных акваториях находимся, чтобы привлечь к себе внимание. Спасение утопающего – дело рук спасателей. Так надёжнее. Они точно знают, что делать можно, а что категорически нельзя. Вот так, с помощью спинального щита и страховочной верёвки, спасатели оказывают помощь пострадавшим на льду. Синоптики предупреждают, на выходных потеплеет. Пока толщина льда на Одинцовской баранке – 11 сантиметров. Кажется, показатель безопасный, но спасатели с покорением ледовых просторов торопиться всё же не советуют. Карина Ярящева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.